Всем привет! Сегодня разбираю планировку для заказчиков из города Пензы, друзья! Жилой комплекс, континент. Давайте смотреть! И грустно, и пусто, и когда приберло, вспоминаю, как Пенза мне пятки терло. Друзья, перед тем, как я начну разбор этой планировки, хочу сказать всем, что я делаю эскизы планировок абсолютно для всех, где бы вы ни находились, в любом городе, стране, это не важно, всем помогу, для всех сделаю разборы. А также хочу сказать, что планировка это всего лишь начало дизайн проекта. Это как фундамент всего будущего дизайна интерьера, и это необычайно важно, сделать грамотно, удобно, красиво планировку. Вот давайте смотреть, как это у меня получается на данном примере. Итак, планировка выглядит вот так. Находится в жилом комплексе «Континент», это город Пенза. И вот какие пожелания я получил от заказчиков. Напомню, что все пожелания я получаю вот в таком виде, всего лишь 15 вопросов, и мне понятно, что нужно для вас делать. Это квартира для трех людей. Мама, папа, дочь, 12 лет, а еще планируется большая собака-ретривер. Домашние животные, это тоже члены нашей семьи, их обязательно нужно учитывать. Какие хотелки? Нужна большая кухня-гостиная, потому что очень любят готовить. Желательно, чтобы был остров, чтобы можно было подключить всю семью. Любят встречать гостей, любят валяться на диване, смотреть телевизоры. Ну, телевизор, он же один. Нужен обязательно отдельный кабинет, потому что занятия репетиторством удаленно, то есть онлайн. Где-то нужно укромное местечко для работы. Конечно, нужна спальня для родителей, комната для дочери. Нужна лапомойка для собаки. Собака большая, пришли из прогулки, лапки нужно помыть. Пишут, хотелось бы все хранение вынести из комнат, то есть чтобы шкафов в комнатах не было. А хранение требуется 7-8 метров шкафов по ширине. То есть это достаточно много. Любим готовить? Готовим много. Кухня это сердце дома. Супруга любит мыться в ванной, нужны душ и ванна. Вот, кстати говоря, тоже очень важный момент. Кому-то достаточно душа, а кто-то предпочитает валяться в ванной и там кайфует. Хозяину квартиру нужно место уединения, не проходной кабинет. Супруга хотела бы оставить место у главого окна, как место созерцания для отдыха с чашкой кофе и творчества. Для дочери нужна большая кухня с островом для готовки и большой диван или два дивана, или диван и кресло. В общем, вот такие нехитрые пожелания. Давайте смотреть, что за квартира досталась нам от застройщика, с которой будем работать. Вход в квартиру находится в углу. Здесь же есть небольшая ниша предполагаемый гардероб, но для гардероба этого мало. Но, тем не менее, будем использовать в будущем для хранения. Есть углубление под шкаф и далее, когда мы этот шкаф поставим, мы получим вот такой Г-образный коридор, что не есть хорошо. Поэтому, если выбираете квартиру, всегда смотрите такие, в которых коридоров как можно меньше. Потому что в данном коридоре сделать ничего невозможно. Шкаф не влезет, стеллажи не влезут. Ну, разве что только фотографии по стенам вы сможете разместить. Зато есть большая хорошая кухня-гостиная, потому что она вытянутая, в ней 4 окна, то есть достаточно просторная. Ну, есть 2 комнаты под спальней, а также 2 небольших помещения под ванной. Теперь, как я это изменил и что у меня получилось. Смотрите, что я делаю. Я делаю небольшую перестановку перегородок для того, чтобы получить больше мест хранения. Например, я сдвигаю перегородку, которая между комнатой и коридором, вглубь комнаты. Да, может показаться, что я съедаю место, забираю комнаты, но я делаю это осознанно для того, чтобы получить огромный шкаф для хранения. Помните, клиент просил 7-8 метров шкафов. Так вот, 3 метра с небольшим мы уже получили за счет того, что я сдвинул перегородку и теперь у меня в коридоре появился шкаф. Далее я увеличиваю ванную комнату за счет бывшей ниши под шкаф в прихожей. Вот, и я не делаю прямой угол, я его скругляю. Это сделано для того, чтобы плечами мы этот угол не оббивали, ну и зрительно, чтобы пространство перетекало из прихожей в коридор. И таким образом превращало этот коридор больше в холл, чем в прихожую. Дело в том, что наши глаза реагируют на границы, угол двух стен это и есть граница, а таким приемом я ее стираю и получаю одно большое пространство. Есть, соответственно, в котором есть шкаф большой, есть консоль, есть пуф и есть кладовочка, в которой будем хранить обувь, сумки, ну и прочие нужные вещи. Для этого два узеньких шкафа в этой нише организованы. Зачем я увеличивал ванную? Затем, чтобы помимо стандартного набора, унитаз, раковина, душевая, еще и влезла в хозяйственная часть, то есть такой хозблок. Он располагается вот с этого края, здесь стоит стиральная машина, сверху сушильная. С одного края это уборочный инвентарь, с другого, ну и еще дополнительные места хранения под много-много всего, что есть в квартире. Все это можно скрывать либо дверками, либо шторками, которые я в принципе очень люблю и часто использую в интерьерах. Посмотрите на нашем сайте, вы найдете очень много таких решений. Унитаз и раковина навешиваются на шкаф глубиной 20 сантиметров, вот здесь 20 сантиметров. Это позволяет скрыть все коммуникации, которые идут снизу, а сверху над унитазом и над раковиной мы дверки можем открывать. И вот в эту глубину 20 сантиметров составить абсолютно все баночки и скляночки, которые у вас есть в ваших ванных комнатах. Дверки эти можно сделать стеклянными и таким образом решается вопрос с зеркалом. Ну то есть не зеркальными их сделать. Далее из этого холла мы попадаем в небольшой коридорчик, в котором три двери. Одна ведет нас в ванную, в которой унитаз, раковина и ванная. Тоже с таким же шкафом узким, который мы используем как хранение. Напоминаю, что это очень удобно. Расположение сантехники здесь правильно, раковина напротив входа. И здесь работает правило заходим на красоту. То есть зеркало, раковина, это самые, пожалуй, красивые вещи в ванной комнате. Следующая дверь ведет нас в детскую со стандартным набором мебели. И еще одна дверь в спальню. В спальне у нас есть шкаф вдоль всей стены. Он достаточно большой, вместительный, глубиной 60 сантиметров, длиной 3 метра. То есть, ну в общем, вполне достаточно. Напротив кровати есть консоль. И здесь мы имеем выход на балкон, который можно будет утеплить и сделать там кабинет, например. Или место для творчества. Я напоминаю, что хозяйка любит рисовать, заниматься еще какими-то делами. Ну, шить, например. И это можно делать вот в таком вот месте, как балкон. Если мы его утеплим. Ну, если не охота здесь располагать кабинет, то здесь можно поставить кресло с растениями. И это будет такое место уединения для чтения, где можно здорово проводить время одному. Это очень важно. Вы все должны задуматься о том, чтобы в ваших пространствах найти такое место уединения, где вы могли бы побыть абсолютно один, чтобы вас никто не дергал, не мешал. Это очень важно. С психологической точки зрения. Вот. Читайте психологов. Ну, или ходите к психологам. Они вам все расскажут. У нас остается большое пространство. Это кухня-гостиная, в которой интересно расставлена мебель. И расставлена она так, для того, чтобы получить еще одно рабочее место. Вот здесь вот за кухней так удачно получилось расположить рабочее место, куда можно уединяться и абсолютно спокойно работать. При этом не теряя, в общем-то, особо в пространстве в большой комнате. То есть у нас остается и кухня, и остров, и стол перед ним, и большой диван, и кресло, и телевизор. И все это расположено красиво по оси. Вообще вся мебель везде расположена вот по осям. Это правило композиции. Используйте его, и у вас будет счастье. А я еще хочу сказать, что эту квартиру, планировку для этой квартиры, я делал для ребят из Пензы, которые выиграли мою консультацию. Вот такой конкурс я проводил. И, собственно говоря, они стали победителями, написали самый классный, крутой комментарий. Поэтому я их выбрал для разбора. Они большие молодцы. Сами поработали очень хорошо, сделали планировку свою, со своей расстановкой мебели. Но очень им хотелось, чтобы и я тоже для них сделал этот самый разбор. Напоминаю, что для вас, дорогие друзья, тоже могу сделать разбор никаких проблем. И не только разбор планировки, а также дизайн-проект, который мы делаем в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и вообще по всей стране. И даже за границей. Таких проектов у нас предостаточно. Поэтому обращайтесь смело, все сделаем. Прошу вас, пишите в комментариях, что вы думаете насчет таких вот решений, казалось бы нестандартных. Особенно, когда кабинет находится за кухонным гарнитуром. Напишите, что вы думаете по поводу скругления. Как вам именно такое решение. Ну, а я буду стараться отвечать на все ваши комментарии. На этом все. Всем пока. Да пребудет с вами Муза. Как говорится, на канал подпишитесь и лайк поставьте. Чао.